Друзья, давайте по вашим заявкам рассмотрим банк Тинькофф, что от него ожидать, куда пойдут акции, что это вообще такое. Но вот если сравнить по мультипликаторам с другими банками, то вообще для российских банков, которые эффективно работают, наиболее присущий индикатор P на E, Price Per Earning, то есть цена чистая прибыль в районе от 5 до 10, 5-10. Сбербанк, ВТБ, МКБ, все они находятся в этом диапазоне. Тинькофф, соответственно, тоже находится ориентировочно в этом диапазоне 10,7. То есть, в принципе, он достаточно эффективно работает. Конечно, ему немножко далеко до госмонстров, но здесь сказывается то, что он очень энергично растет. Вот еще интересный график. Это соотношение Price Per Balance, то есть цена к балансовой стоимости, и отношение к мультипликатору P на E, Price Per Earning. Ну, P на E, то есть тот мультипликатор, который отображает доходность. Здесь у Тинькоффа P на B достаточно высокое значение имеет, то есть у него мало активов, то есть банк там часто арендует недвижимость и, соответственно, держит деньги в основном в таком виде, чтобы можно было их легко вкладывать и использовать в бизнесе. Это его делает более мобильным, нежели госмонстры, Сбербанк и ВТБ. Кстати, вот было опубликовано в какой-то прессе в конце прошлого года, был спор между Авином. Авин – это руководитель Альфа-банка, крупнейший коммерческий банк с Тиньковым. И Авин сказал Тинькову, что вот так и так у тебя-то людей работает больше, чем у меня. У тебя 25 тысяч, а у меня 23. Я не берусь судить по поводу правильности этих цифр, но сам факт, что крупнейший коммерческий банк Российской Федерации, он подобный вопрос задает Тинькову, это говорит о том, что они, в принципе, по размерности бизнеса, по крайней мере, для физических лиц, где-то рядом находятся. То есть достаточно развитая и быстро растущая финансовая структура. Кроме того, Тиньков – это все-таки даже, нельзя сказать, что в чистом виде банк. То есть классический банк – это что такое? Это сбор депозитной базы и распределение этой депозитной базы в виде кредитов тому, кто нужен кредит. То есть, по сути, раньше банки – это были такие кровеносные центры экономики. То есть, куда люди приносили деньги, кому они не нужны. И, соответственно, эти деньги трансформировались в кредиты, а кредиты превращались, соответственно, в средства производства путем того, чтобы промышленники и капиталисты получали эти кредиты и, соответственно, запускали экономику. В 20 веке ситуация изменилась. Центробанки стали печатать необеспеченные золотом деньги. И поэтому роль банков, особенно частных, в плане перераспределения денежных средств, она стала несколько меньше. Потому что все стали зависеть от ставки Центробанка, ну или Федеральной резервной системы США. И, соответственно, из-за этого нарушилось классическое понимание банкинга. Да, банки до сих пор принимают депозиты и выдают кредиты. Но чем дальше мы идем, тем больше, соответственно, этот бизнес становится все менее-менее значим для банков. То есть, появляются другие, связанные с финансовыми технологиями, с различными инвестиционными продуктами, всевозможные комиссии за транзакции и так далее. И вот в этом плане Тинькофф, конечно, он очень выгодно отличается от большинства банков, особенно Сбера и ВТБ, в том, что он мобильный. И он изначально таким образом гибкую IT-структуру себе создал. То есть, такой вот достаточно развивающийся, энергичный и хваткий элемент. Вот, ну, наверное, мы увидим по этому банку, скорее всего, рост котировок, потому что расширение бизнеса идет. Однако, если кризис нагрянет, то, соответственно, бизнес Тинькофф может поджаться. Вот, и причем, поскольку он завязан на услугах физлиц, там, кредитные карты, различные, там, финтех, то, возможно, как бы, достаточно сильное давление на него будет при развитии кризисных явлений. Так, ну, если вот мы будем смотреть отчетность за 9 месяцев 2019 и 9 месяцев 2018 года, мы здесь увидим достаточно устойчивый рост показателей в части выручки и иных. Так, то, что касается чистой прибыли, чистая прибыль тоже растет, правда, она меньше растет, нежели растут резервы, но с учетом скорости роста это достаточно естественно для такого банка. Поэтому, в целом, показатели указывают на то, что идет стремительный рост и развитие структуры. Так, ну, вот здесь информация о том, что принято в конечном счете не выплачивать дивиденды по акциям ТКС Групп. Это связано с тем, что более выгодно для акционеров размещать деньги в бизнес банка и в его расширение. Вот, поэтому решили пока приостановить выплаты дивидендов, и поэтому ТКС превратился в типичную хай-тек-компанию, которая все время растет и не платит дивиденды. Так, друзья, давайте рассмотрим график. Но начнем здесь с недельного графика. В принципе, акция не так давно начала торговаться на рынках. Так, ну, если мы сделаем здесь раскладку Фибоначчи по последнему снижению, то получим, что ближайшие цели движения, ну, опять же, ориентировочно, плюс-минус, это не точное значение до сотен этих самых, до второго знака. Просто есть люди, которые это не всегда понимают, и они утверждают, что вот если линия проведена, то, соответственно, может быть, это значение, оно вот прямо четко до него должно дойти. Нет, здесь все определяется областями вероятности. Соответственно, если линия проведена, то, скорее всего, куда-то сюда он подойдет, в район ее, но это не значит, что вот он обязательно ровно это значение достигнет. Тем более, это раскладка Фибоначчи, здесь вообще плюс-минус. Так, ну, смотрите, первое значение здесь у нас получается 25. То есть, вот уже 25 почти добили, совсем чуть-чуть осталось, небольшое расстояние. И следующая возможная цель движения – это 31. То есть, в принципе, вот если мы сейчас с технической точки зрения будем рассматривать акции Тинькоффа, вот просто возьмем какой-то актив, да, вот он есть, существует, в космосе, висит, никто его не трогает. Вот он сейчас находится в классической консолидации. Из классической консолидации, как правило, выход идет вверх. Тем более, здесь, вот видите, пошел рост объемов на росте цены. То есть, это говорит о том, что акцию ее разгоняют, и она будет расти. Вопрос, до какого значения она будет расти, и когда она обвалится, его очень часто никто точно не знает и не может знать. Есть определенные критерии, которые позволяют это определить с определенной долей вероятностью. Ну, смотрите, вот ближайшая цель движения у него получается – это 25. Предположительно, исходя из раскладки ФИБА. Вот, соответственно, если он здесь достигнет и закрепится, вполне возможно, что следующая цель движения будет 31. Так, ну, у нас сейчас идет рост на растущих объемах. То есть, акция, она летит вверх. И еще в прошлом году, когда была ребалансировка индекса MSCI, ходили упорные слухи, что, возможно, Транснефть и ММК уберут из MSCI, и, соответственно, вместо них разместят ТКС и еще какую-то компанию. Вот, соответственно, здесь возможна игра под весеннюю ребалансировку индекса MSCI Russia. И, соответственно, под это дело вполне акцию могут подразгонять. Потому что там, когда начнут тарить фонды, то, соответственно, это может дополнительное движение вверх вызвать. Плюс для того, чтобы компания вошла в индекс, она должна выполнить определенные условия по объемам торгов, по ликвидности, по капитализации. Соответственно, для того, чтобы это произошло, акцию нужно разогнать, чтобы у нее стали большие объемы торгов на площадках. Ну, в общем-то, Тинькофф сейчас достаточно активно разгоняет, во всех смыслах. Ну, финтех и банк в одном флаконе – это, в общем-то, моем достаточно интересно. Так, что можно здесь сказать? Вот на недельном графике образовалась поддержка, которая находится 21,3. Соответственно, если начинается корректирующее движение вниз, вот эта линия будет выступать железобетонным уровнем, который, скорее всего, с трудом будет пробит. Но если он будет пробит и произойдет закрепление акции в этом районе, то, соответственно, она, скорее всего, вернется в этот консолидационный диапазон, и когда она начнет расти, Бог его знает. Из таких вот притягивающих моментов, вот здесь есть цель на 19, эту цель рано или поздно он пойдет отрабатывать. Вопрос только в том, когда это рано или поздно наступит. Потому что, видите, здесь вон какие объемы мощнейшие проходили. Вот, соответственно, он будет стремиться эту цель поразить. Но пока он пробил, выскочил за вот этот вот свой диапазон, проторгованный на растущих объемах причем. И поэтому сейчас идет активный рост. Первая цель, предположительно, 25. Давайте дневочку посмотрим, что у нас получается по дневке. Ну, смотрите, по дневке здесь рисуется разворотная формация. Разворотная формация и цель движения вот у этой разворотной формации, для того, чтобы она отработалась, это 21,4. То есть, приход вот сюда вот будет означать то, что цель закрылась и вполне здесь акция может консолидироваться, подторговаться, отскочить и уйти наверх. Вот. Следующая цель, если здесь не удержится и будет пробит уровень 20,5-20,4, то в этой ситуации наиболее вероятно, что акция улетит вот сюда вот на 19,5-17,8 в этот диапазон. Сейчас вот она нарисовала разворотную формацию. В конце растущего тренда. То есть, если предположить, что вот это все целиком монолитный тренд, который шел, хотя здесь на самом деле были консолидации, проторговки. Вот. Получается, мы сейчас достигли какого-то определенного значения и возникла вот эта вот разворотная свеча. Так называемая, она, по-моему, падающая звезда или дракон. Я, честно скажу, уже подзабыл эти все формулировки. Ну, или, проще говоря, это пин-бар. Разворотный пин-бар, который часто служит инициатором завершения движения и, соответственно, корректирующего движение актива вниз. Соответственно, здесь вот этот уровень может сейчас начать корректироваться. В том случае, если будет пробой 22.95 и 22.90, то тогда, да, скорее всего, уйдет сюда вот и здесь будет находиться, торговаться какое-то время. Давайте часовик посмотрим, что по часовику. Ну, смотрите, по часовику здесь началось корректирующее движение. Но вот это корректирующее движение, оно, во-первых, прошло до одного уровня. И здесь оно завершилось отскоком и началом консолидации. Плюс здесь есть другой сильный уровень, который находится 23.16. вполне может, даже если сюда спустится, начать здесь торговаться. И если не пробьет сильный уровень 23.22.9 на растущем объеме, то, скорее всего, она останется вот в этой области наторгованной. И, соответственно, отсюда будет пытаться в дальнейшем начать расти. В целом, здесь акция, она, с одной стороны, имеет очень сильную связь, во-первых, с расширением бизнеса, который ведет Тинькофф Банк, с потребительской активностью населения. Если она будет падать или будут введены ограничения на кредитование, то, соответственно, это для банка может вызвать просто краж какой-то резкий и, соответственно, снижение резкой акции. Что касается динамики движения, вот исходя из текущих макроэкономических реалий, если бы я эту акцию рассматривал в качестве вложения, я бы рассматривал только до того момента сейчас, пока будет весенняя ребалансировка индекса MSCI Russia. Дальше я бы посмотрел, но, скорее всего, я бы ее продал. Это связано с тем, что достаточно такая непростая макроэкономическая ситуация в мире, независимо от того, что там говорят отдельные выступающие экономисты, так называемые. И, кроме того, упирается бизнес данного банка в покупательский спрос населения. Соответственно, если покупательский спрос населения падает, то и бизнес этого банка рано или поздно начнет проседать. Это просто неизбежная реальность, потому что то, что связано с доходами населения, оно, соответственно, напрямую зависит со стагнацией в экономике. И поэтому в ближайшее время, конечно, банк может ощутить на себе вот эти вот все сложности возникающие. Начало экономии, сокращение потребления людей и так далее. И, соответственно, наверное, это на него тоже окажет определенную роль и вызовет корректирующие движения. Вот вполне как бы ему бы после роста сюда вот на 22 бы сходить, и это было бы оптимально. Но в любом случае он может вполне откатиться вот на 23. Это у него ближайшая цель. Любое корректирующее движение здесь развивающееся, его будет на 23 отводить. Но в целом ближайший временной промежуток до ребалансировки индекса, я думаю, будет, скорее всего, рост, если не будет никакого обвала и не будет какого-то явного негатива, касающегося этой компании. Например, опять решат запретить кредитные карты или ограничить. Соответственно, для компании это будет негатив. Или там какую-то норму интересную очередную, законодательную, начат обсуждать, как вот мы летом видели с Яндексом. Но в целом, если рассматривать ситуацию без таких вот отклонений явных, то вполне возможно, что к индексу MSCI Russia его на 25 вот сюда куда-то свозят. Но не надо забывать, что сейчас с учетом текущих реалий акция достаточно перегрета, и вполне она вот отсюда может какое-то корректирующее движение к этому сильному уровню, который находится на 21.4, сделать. А соответственно, если она поторгуется здесь и не провалится, она вполне может отсюда после консолидации осуществить рывок вверх. Здесь еще видите вот эту разворотную формацию, такая кракозябра или двойное дно, как это называется. Соответственно, по логике вещей, для того, чтобы вот эта модель была полностью отработана и завершена, должно быть движение, которое вот отсюда закончится где-то на 27. То есть, если вот на 27 он сходит, это будет очень хорошо. Ну, по Фибоначчи это 25. Ну, 25-27. На самом деле, если, конечно, будет какой-то приток очень мощный средств, или отток, то мы можем увидеть и 50, и провал на 12. Вот, но мы как бы рассуждаем, исходя из допущения, что процессы будут близки к равновесным, и поэтому, я думаю, сейчас наибольшая вероятность до ребалансировки индекса движения в район 25-27, и потом, скорее всего, он будет корректироваться, и, возможно, даже вернется вот в эту проторгованную область. Ну, будет в диапазоне 19-21. Но здесь, смотрите, здесь какой момент, когда вот компания управляет такой неординарный харизматик, то, конечно, как бы он может придумать какое-то инновационное решение или какой-то ход, который повернет колесо, и, соответственно, здесь мы увидим какой-то прорыв или рост. Вот, то есть на это тоже надо делать скидку и рассматривать, отслеживать, какие новости идут от Тинькова, от Тиньковбанка, какие проекты он генерит. И поэтому, конечно, акция компании достаточно интересная, но она несет в себе слишком много подводных камней. Поэтому, если вы готовы ей посвящать много времени, то тогда да. Если нет, то, мне кажется, это, ну, не сказать, что рисковая инвестиция, но она такая вот, уже близкая, к рисковой. Хотя, с другой стороны, вот, до MSCI Russia, если не случится мирового кризиса или какого-то катаклизма в нашей стране, вполне ее на 25-27 могут сводить, я думаю, вероятность этого процента в 60. Вот. Но она, как бы, по своей природе, из-за своей гибкости и лоббильности, она может колебаться и двигаться. То есть, может быть, ее и на 30 затянут, а потом она на 18 сходит. Все-таки она такая, достаточно боревой актив. И могут быть по нему очень сильные движения. Все, дорогие друзья, спасибо за внимание. До свидания.